Продолжение следует... ...транзистор включен по схеме с общим коллектором, и его выходной электрод, эмиттер, соединен непосредственно с базой второго транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Я должен признать, что это очень экономичная схема, но я спрашиваю себя, как можно с такой легкостью выкинуть конденсатор связи? В схемах на лампах это можно было сделать только ценой больших усложнений, потому что оно должен иметь высокий положительный потенциал, тогда как на сетке следующей лампы должно быть отрицательное смещение. В транзисторных же схемах все устраивается значительно проще, разница потенциалов невелика, и потенциал базы и коллектора должны иметь по отношению к транзистору тот же знак, тогда как у ламп сетка должна быть отрицательной, а оно положительным. Поэтому в схемах на транзисторах можно без труда сообщить каждому электроду необходимый потенциал, создавая соответствующее падение напряжения на подобранных для этого сопротивлениях. Я попытаюсь проанализировать твою схему. Стрелками я разметил путь постоянного тока, начиная от отрицательного полюса батареи. Электроны входят в первый транзистор через коллектор и выходят через эмиттер, после чего ток делится на две части. Одна часть электронов проходит через сопротивление R1, в результате чего вывод этого сопротивления, соединенный с базой второго транзистора, становится отрицательным по отношению к положительному полюсу источника тока. Другие электроны поступают в базу второго транзистора и идут к его эмиттеру. Это просто-напросто средний ток базы. Действительно, ты прав, в первом транзисторе эмиттер положительный по отношению к коллектору, а во втором база отрицательна по отношению к эмиттеру. Итак, всё в порядке. На этой схеме мы сэкономили один электролитический конденсатор и одно сопротивление. Да, но этим не ограничиваются преимущества непосредственной связи. Помни, что конденсатор никогда не передаёт одинаково все частоты. Даже при большой ёмкости нельзя передать очень медленные изменения напряжения. Здесь же мы осуществили настоящий усилитель постоянного тока. Постой, Лебознагин, как можно говорить об усилении чего-нибудь постоянного? Я признаю, что термин избран не очень удачно, но так называют усилители, предназначенные для сигналов очень низких частот. Например, частот в несколько герц, или даже таких частот, у которых период длится несколько секунд. Кроме того, можно усиливать медленно изменяющиеся непериодические напряжения и токи. Именно с такими сигналами мы сталкиваемся в биологии. В таких случаях усилители постоянного тока и можно применять. Я вижу ещё один случай, где такие усилители были бы очень полезны. Это усиление телевизионных видеосигналов, где очень важно сохранить постоянную составляющую, которая конденсатор связи закрывает путь. Представь себе, Незнакин, что об этом уже подумали до тебя. И чтобы утешить твоё огорчение, которое ты, несомненно, испытываешь, ещё раз убедившись, что у тебя воруют идеи, прежде чем они рождаются, я предлагаю твоему вниманию другую схему с непосредственной связью, где оба транзистора включены по схеме с общим эмиттером. Но они должны быть для этого противоположны по структуре. Один НПН, да другой ПНП. Подобные комбинации обычно называют схемами с дополнительной симметрией. Проследив по стрелкам путь электронов, я без труда установил, что здесь тоже всё происходит наилучшим образом. Коллектор первого транзистора положителен по отношению к своему эмиттеру, как это должно быть в транзисторе типа НПН. А во втором транзисторе типа ПНП база имеет отрицательный по отношению к эмиттеру потенциал. Чего ещё желать? Нет ли возможности освободиться от твоих стабилизирующих сопротивлений R3 и R4 с их конденсаторами, чтобы добиться ещё большей экономии? Если нет необходимости поддерживать неизменную и абсолютную величину постоянной составляющей, то можно обойтись без этих деталей. Но тогда ты лишаешь себя системы температурной стабилизации рабочих точек. Досадно, так как я не скрываю от тебя, какую симпатию вызывают у меня эти схемы. Заметь, мой друг, что существуют другие схемы с прямой связью, значительно менее подверженные влиянию изменений температуры. Например, схема с транзисторами, расположенными тандемом в каскаде предварительного усилителя и в оконечном каскаде. Что даёт нам эта история с велосипедом? Тандемами называют пары транзисторов с последовательным питанием. Постоянная составляющая поочерёдно проходит по обоим транзисторам, что и определяет прекрасную стабильность. Вот на рисунке схема, где первый транзистор включён с общим коллектором, а второй с общим эмиттером. Понимаешь ли ты, как работает эта схема? Ещё раз последуем за проводником. Я хотел сказать, проследим по стрелкам. Это напоминает мне время, когда я, будучи бойскаутом, участвовал в играх, где нужно было идти по дороге, размеченной стрелками. Начнём свой путь, как обычно, отрицательного полюса источника питания. Пройдя первичную обработку выходного трансформатора, наши отважные электроны входят во второй транзистор через коллектор и выходят через эмиттер, чтобы устремиться затем в коллектор первого транзистора. Откуда они выходят через эмиттер? После этого блестящего подвига им остаётся только пройти через сопротивление нагрузки, чтобы вернуться в отчий дом. Я хотел сказать, на положительный полюс источника питания. Как ты заметил, один и тот же ток поочерёдно проходит по обоим транзисторам. Коллектор первого транзистора непосредственно соединён с эмиттером второго, а их общая точка блокирована конденсатором С1, чтобы устранить взаимное влияние переменных составляющих токов разных каскадов. Я признаю, что схема весьма оригинальна. А можно ли применить этот же принцип к двум транзисторам, включённых по схеме с общим эмиттером? Разумеется. Такой тандем даст больше усиления, чем рассмотренные только что. Проследи обозначенный стрелками путь. Ты здесь обнаружишь, что один и тот же ток поочерёдно проходит по обоим транзисторам. Для постоянной составляющей они соединены последовательно, а для усиливаемых сигналов имеется самый классический вид связи с помощью сопротивления ёмкости. Эти хитроумные схемы напоминают мне упражнения на лошади и вызывают у меня головокружение. Ну, в таком случае я рекомендую тебе отдохнуть. Смотрите продолжение и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!